Дорогие товарищи, вот тут в отдельных вопросах и даже выступлениях прозвучал скепсис по поводу этого закона, как будто он якобы никаких задач не решает. Дорогие друзья, надо дать решительный отпор этим измышлениям. Законопроект решает два важнейших вопроса. Первое, он показывает нашу глубокую озабоченность проблемами технологического прогресса. Мы вот так же глубоко озабочены, почти как российский МИД, и может быть даже с теми же результатами. Вторая задача, которую решает данный законопроект, это борьба с безработицей, по крайней мере в Министерстве экономического развития и может быть даже некоторых смежных ведомствах, потому что все это будут обсуждать, переобсуждать, переписывать, перепринимать. Я позволю себе просто процитировать уважаемого представителя правительства. Актуальная стадия обсуждения того, как правильно интегрировать меры поддержки в законопроект. Но контуры мы сможем изложить во втором чтении. Еще одна фраза. Первая ступень, пока вы будете закон дополнять дополнительными смыслами. Кольки, любой инженер, а технологическим прогрессом занимаются именно инженеры, просто вот это вот услышав, просто убежит. Потому что он поймет сразу, что этот законопроект, как и вся другая поддержка технологической деятельности, пишется чиновниками для чиновников. Когда разговариваешь с чиновником, как у нас устроена поддержка технологий. Ой, замечательно, у нас есть регламент. Идите сюда, и потом идите сюда, потом идите сюда. Будет вам счастье. И приходишь к инженеру, он просто ржет в лицо. Потому что по всей стране ходят сейчас топами кулибины, которые наивно думают, что их изобретения нужны армии, нужны СВО, нужны промышленности. И их посылают везде. Потому что монополия, у нас предельно монополия абсолютно безнаказанные. Они зарабатывают на издержках, а не на прибыли. На самом-то деле. На завышение цен они зарабатывают. И новые технологии, которые снижают издержки, им не нужны, как были не нужны во времена феодализма. И изобретатель либо сходит с ума, либо убегает. И потом это изобретение мы импортируем за большие деньги. И все довольны, и все счастливы. Если кто-то всерьез захочет заниматься развитием технологий, как при Советском Союзе, два этапа. Первое, экспертиза, идеи. Если, конечно, не всех специалистов еще истребили и выгнали из страны. И второе, деньги, потому что изобретатель это не администратор и не предприниматель, не бизнесмен. Ему интересно его изделия доводить до ума, а не кредиты брать под это дело и на фондовый рынок выводить эти акции. А если это никто по-прежнему не хочет, ну давайте будем принимать следующие бумажки. Поможем российской лесоперерабатывающей промышленности. Если она, конечно, еще российская. Спасибо. Продолжение следует...